Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Я думаю, что наверняка старшие домов, по крайней мере старшие подъездов, знают о том, что в Амурской области реализуется программа «Федеральная школа грамотного потребителя». О том, насколько успешно она работает и какие планы на будущее у тех людей, которые непосредственно курируют, мы сегодня спросим у координатора федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Преамуре Любовь Даниловна Гаевой и у председателя общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя» Юрия Васильевича Кушнарь. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Здравствуйте, Любовь Даниловна. Ну, во-первых, давайте мы уже перед эфиром обговорили то, что действительно «Школа грамотного потребителя» несколько видоизменилась за счет того, что объединились воедино два проекта. Если можно, расскажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, какие проекты теперь воедино работают в школе? Ну, вы совершенно правильно сказали. Было два проекта федеральных – «Управдом» и «Школа грамотного потребителя». Но, в общем, в процессе их реализации выяснилось, что у них цели, задачи и даже функционал, собственно, был практически идентичным. Потому что все, что касается жилищно-коммунальной сферы, всегда вызывает наибольший интерес, много вопросов, невыясненных каких-то моментов. И поэтому даже вот этот формат «Школа», он, собственно говоря, и возник из того, что людям многим просто необходимо объяснить. А те, которые в курсе, они должны, на самом деле, нести потом эту информацию дальше своим, так сказать, уже соседям. То есть, по сути, проблемы и задачи, они получились одинаковые, поэтому… И поэтому правильно объединение произошло, и мы сейчас силы объединили с Любовью Даниловной. Потому что мы с ней отвечали, как депутаты, за отдельные проекты. Сейчас мы объединились, нам стало легче. Я надеюсь, что действительно это только на пользу. Но, Любовь Даниловна, я знаю, что так как полгода уже вот этому объединению, да, и вы, в принципе, недавно уже подводили итоги, насколько плодотворна оказалась совместная работа? Ну, работа оказалась действительно очень плодотворной. Нас это очень радует, что население тоже очень включается в этот процесс. Школа – это не только практические занятия, но и теоретические тоже. Вот мы совсем недавно был проведен такой… Такая акция проведена «Светлый подъезд». Здесь включились, создали комиссии такие, здесь также активно принимали участие жители. И была задача такая, не менее ста подъездов проверить на предмет освещения подъездов. Есть ли там освещение, как там лампочки, говорят нет. И как результаты, мне интересно. Ну, вот результат сказать так, что, например, вот для нас было тоже новостью, как бы вот в Райчихинске, из Райчихинска пришла информация, что там в основном жильцы просто меняют сами лампочки. Вот многие, то есть даже и не знают, что можно это просто в управляйку позвонить, в свою управляющую компанию и… Поменять лампочки, да? Поменять лампочки. Они меняют сами. Еще можно более грамотно сделать, просто написать заявление. Им здесь тоже поменяет. То есть взаимо… не было такой вот как бы взаимосвязи с управляющими компаниями. Вы знаете, не удивлюсь, потому что я сама не знала, что оказывается управляющая компания. А вот мы вам сейчас подскажем. Мы можем написать заявление и не только поставить новую лампочку, а вот заменить вообще в принципе освещение. Сделать его на светодиодных элементах. Плюс поставить туда звуковой сигнализатор, который будет реагировать на шум и будет включаться ровно тогда, когда человек заходит и нуждается в этом освещении. То есть экономим свои деньги сами, правильно? Я хочу дополнить даже, что именно в Шимановске, например, очень много освещения передано на энергосберегающее освещение. В Белогорске, например, очень много управляющих компаний работают. Там освещение на движение. То есть это экономия большая энергии. Жителям это очень нравится, очень-очень активно сейчас внедряет вот именно такой вид освещения. То есть это меньше перегорают лампы. Человек прошел, свет погас. Это тоже как бы такой хороший положительный результат буквально за последнее вот это время. Я знаю, что еще кроме этой акции «Светлый подъезд» не так давно в Белогорске удалось пообщаться с представителями банковской системы. А там какие были задачи? Как это пригодилось потребителям? Да, очень интересно получилось как бы это обучение. Работники просто… Мы приглашали пенсионеров, потому что многие очень люди пожилого возраста не знают, как пользоваться мобильным банком. С ними провели такое обучение, прям семинар. Работники банка объяснили, как и что. Просто на примере они со своими планшетами. Здесь же многие пенсионеры, просто не отходя от кассы, так сказать, сразу же подключили некоторые функции, чтобы в дальнейшем пользоваться этим банком. Некоторые, вот выясняется, кажется, такой век у нас, да, уже вроде бы все, интернет, все, а многие просто даже не знали, что существует такая функция. Что так можно оплачивать удобно коммунальные платежи, да? Да, ему вот так понравилась эта идея. Мы разослали по области руководителям, чтобы тоже так же рекомендовали им провести такие же обучающие семинары для населения. Юрий Васильевич, школа грамотного потребителя, но это все-таки формат школы, да? Вот сколько, насколько больше образованных в этой сфере ЖКХ непростой людей стало за эти годы? Я вот не могу сказать, ну, хотя нет, конечно, могу. То есть по нашим подсчетам 4,5 тысячи в прошлом году приняло участие, и уже в этом году около 3 тысяч. Ну, сказать, что они все стали грамотными, наверное, нельзя. Потому что, я же еще раз говорю, что вопросов возникает очень много, и на все, на них у одного, допустим, человека нет ответа. Ну, допустим, что-то касается, ну, вот, деятельности управляющих компаний. Это либо Министерство жилищно-коммунального хозяйства, либо жилинспекции, либо сами управляйки, да, когда они проводят вот день открытых дверей. В прошлом году такая акция прошла, в этом году мы ее сейчас начинаем. Я думаю, ну, где-нибудь к сентябрю мы ее завершим, потом у нас будут другие формы работы. Опыт работы вот в этом направлении показывает, что вопросы самые разнообразные. И помимо того, что мы как бы обучаем, да, людей, пенсионеров, старших домов, подъездов, просто тех людей, у которых возникла какая-то проблема, нам важно еще организовать обратную связь. И как раз вот, когда у людей возникает проблема, и они эту проблему вот в нашем формате нашей работы к нам приходят с ней, мы подключаем тех, кто непосредственно должен решать эту проблему, будь то фонд капитального ремонта, или жилищная инспекция, или министерство. Ну, у нас в совете в общественном, кроме вот тех, о которых я сказал, вот у нас и представители управления цены тарифов, у нас есть несколько общественников, которые вот, ну, с нашей точки зрения приносят пользу в нашей работе. Поэтому главная цель – это все-таки организовать вот эту обратную связь и решать вопросы, которые возникают у тех людей, которые к нам обращаются за знаниями и иногда просто непосредственно за помощью. Ну, а вопросы часто возникают? Вообще именно люди зачастую провоцируют какие-то обучающиеся семинары те же, да? Или как это происходит? Ну, получается как. У нас, например, вот мы проводили обучающий семинар, например, в учреждении профессиональном, в колледже. Возникает такой вопрос, вот молодые люди, молодые, они знают, например, как там вот оплатить тоже ЖКХ, что там чего. И также провели, то есть должна здесь тоже как бы обратная связь, но и с потребителями тоже. То есть многие нужно вовремя оплатить услуги ЖКУ. Вот так провели, то есть тоже какой там срок должен быть. И это очень интересно получилось, вот именно проводили семинары такие со школьниками. И на школе там школьникам показывали, как нужно беречь воду, вот сколько свет, чтобы выключать. То есть это и для себя же так же, так же и подъезды, как себя там вести, чтобы там был порядок. То есть я вас поняла, школа потребителей грамотных, она вот с детства должна начинаться, да? Да, совершенно. Ну, в общем, накопленный опыт позволяет нам, наверное, сказать, что мы идем в правильном, в общем, направлении. Может быть мы как-то иначе более компактно структурируем эту работу. Но для этого нам все-таки нужно больше общаться, в общем, с самими потребителями. Мы сейчас планируем запустить и уже, в общем, в разработке находится вот новый проект через социальные сети. Конкретно ВКонтакте будет называться, сейчас я вам скажу, как будет называться... Грамотного потребителя в Преамурии. Вот у нас уже есть наработки. Это вот у меня скриншот сайта нашего. Я думаю, что мы его в ближайшее время запустим и будем, в общем, через него предлагать людям задавать вопросы. И мы будем на них отвечать. Ну и тем самым будем стимулировать развитие вот этого диалога. То есть основная цель – это диалог, безусловно. Диалог, да. И некие конкретные управляющие воздействия на те организации, которые обязаны оказывать вот эту жилищно-коммунальную услугу нашим гражданам. Ну, я так понимаю, все равно в этом непростом вопросе между жильцами и управляющими компаниями какой-то позитивный момент уже наметился, по крайней мере. Уже диалог какой-то строится или же нет? Я считаю, что он не только строится, он уже есть. Другое дело, что, ну вы же понимаете, это такая острая тема. Это вот как к доктору вопросы, так и к жилищно-коммунальному хозяйству в целом. И поэтому иногда это, конечно, остро очень звучит, а иногда это находит свое выражение в очень конструктивном таком решении проблемы. Ну что ж, спасибо вам огромное. Действительно желаю удачи и долгой жизни проекту. Дай бог, потребителей станет еще на несколько десятков тысяч больше грамотных потребителей. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня из гостях был Юрий Васильевич Кушнарь, председатель общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя» в Преамуре, а также координатор этого проекта Любовь Даниловна Гаеваева. Вы смотрели программу «В центре». Внимание, до скорой встречи.